Сессия, на мой взгляд, была очень плодотворна. Принято более 50 различных положений, которые мы должны были принять, и которые мы узгоджили непосредственно на президиуме, которые мы согласовали среди коалиции. То есть принято распределение субвенции центрального бюджета очень хорошо, что деньги дойдут до людей. Это очень много социальных законов, это очень много социальных программ, очень много программ по здравоохранению. Это программы помощи непосредственно ветеранам АТО, ветеранам войны в Афганистане, инвалидам войны и труда. Приняты различные хозяйственные документы. Например, та земля, которая не была еще узаконена за областной громадой, сессия ее отвела под наше здание и сооружение, и мы стараемся навести финансовую и хозяйственную дисциплину непосредственно в самой областном совете. Ну и самое главное, я считаю, это то, что мы приняли обращение. Первое обращение мы приняли непосредственно к премьер-министру Украины, правда, со второй попытки, но тем не менее, со второй попытки за него проголосовало больше 50 депутатов. Это обращение к премьер-министру Украины Гройсману о том, что мы хотим договорных отношений между кабинетами министров Украины, между областной государственной администрацией, между непосредственно областным советом. Мы считаем, что должен быть наведен порядок прохождения финансовых трансферов. Депутаты должны активно участвовать в финансовых трансферах на регион, они должны требовать деньги именно на те программы, которые необходимы людям в том или ином регионе. Сейчас, к сожалению, это часто получается не так, что просто сводится сверху бюджет на областную раду, а рада или поддерживает этот бюджет, или не поддерживает. На наш взгляд, подписание таких договоров между кабинетом министром областной государственной администрации и областным советом позволит депутатам непосредственно участвовать в формировании этого бюджета и позволит именно добиться того, чтобы деньги шли туда, в регион, где это необходимо людям. Кроме того, на мой взгляд, принятие этого обращения к кабинету министров также ускорит территориально-административную реформу на местах, потому что нередко, вы знаете, есть несогласование действий различных веток исполнительной и законодательной власти. Мы все были свидетелями ситуации с ПТУ, которая сложилась буквально пару месяцев назад, когда после Нового года люди в течение трех месяцев не могли получить зарплату. На мой взгляд, составление вот этих договоров, это очень важно для развития областных громад и очень важно для того, чтобы приблизить работу депутата, приблизить работу кабинета министра непосредственно к тем потребностям, которые есть в регионе. Поэтому также были приняты постановления о просьбе кабинету министров и Верховной Ради, чтобы заморозить принятие закона об СМД, потому что, к сожалению, очень многие жители многоквартирных домов не готовы еще к принятию этого закона. И самое страшное то, что в случае вступления этого закона в силу, непосредственно у жителей могут сразу возникнуть проблемы. В случае несвоевременной оплаты у них могут на квартиры накладывать арест, эти квартиры могут отчуждаться за неплатежи, поэтому наша фракция, и это поддержал областной совет, фракция Батьковщины в областном совете, требует, чтобы этот закон был отсрочен на год для того, чтобы провести разъяснительную работу, чтобы найти механизмы, чтобы непосредственно простой житель не страдал. То есть этот закон должен быть принят прежде всего для людей и направлен на то, чтобы объединением многоквартирных домов были хозяйственной единицей, которая будет решать проблемы непосредственно жителей этого дома, а не каким-то механизмом, как отобрать у тех или иных людей квартиру. И что приятно, также были приняты, принято наше постановление по увеличению социальных выплат, по увеличению минимальной заработной платы. Мы обратились с этим обращением к кабинету министров Украины, я думаю, что это тоже четко показало позицию нашей фракции Батьковщины в областном совете и позицию нашего областного совета, что мы стоим за сохранение и увеличение социальных стандартов в регионе. Пенсии и минимальные зарплаты должны быть такие, чтобы люди могли на них прожить, чтобы они могли обеспечить свой какой-то жизненный минимум. И мы должны в условиях той галлопирующей инфляции, которая сегодня происходит в нашей стране, делать все, чтобы сохранить эти минимальные, хотя бы социальные стандарты. В целом я считаю, что те задачи, с которой шла наша фракция Батьковщина на данную сессию областного совета, мы выполнили. Мы сумели отстоять эти социальные инициативы. И наше постановление об увеличении минимальной заработной платы и увеличение социальной гарантии было также проголосовано. И мы с ним, областной совет, обратиться непосредственно в кабинет министров Украины и к Верховной Раде Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин